80 миллионов квадратных метров появляется в стране каждый год. Увеличить темпы строительства до 120 миллионов – требование национального проекта «Жилье и городская среда». И выполнить его застройщикам предстоит в новых условиях. С 1 июля деньги дольщиков будут храниться на искроу-счете. Это нечто вроде банковской ячейки. Она открывается в том же финучреждении, в котором строительная компания взяла кредит на возведение многоквартирного дома. Как только квадратные метры появятся не на бумаге, а в реальности и люди получат ключи, их деньги с искроу-счета банк переведет на погашение кредита застройщика. Если же он не выполнит свои обязательства, средства вернут покупателям. Система станет своего рода фильтром на строительном рынке. Если компания не в состоянии взять кредит, то и строить жилье ей не позволит закон. А это значит, что и обмануть дольщиков не получится. Законодательной новацией также является распространение страховой защиты фонда страхования вкладов на средства, размещаемые на счетах искроу. Мы об этом уже говорили, но еще раз напомню, это 10 миллионов рублей. На сегодня в списке кредитных организаций аккредитованных банков 63, и с учетом послабления по кредитному рейтингу список этих кредитных организаций будет расширен. Система предусматривает полную прозрачность, отмечает Центробанки. Финучреждения смогут следить за ходом стройки и темпами продаж, откуда поступают на счета средства и на что их тратят. Но чтобы не потерять контроль, в каждой кредитной организации должны появляться специальные отделы. Есть опасения у рынка, что банковское сообщество не готово. Нет, мы готовы. Мы готовы как по финансам, так и по знаниям, так и по людям. Активно расширяются штаты сотрудников. Исторически, по крайней мере, в Сбербанке России существовало подразделение проектного финансирования. У нас есть экспертиза и строительная, и залоговая экспертиза, и кредитная экспертиза. Теоретически, как будет работа системы, понимают и банки, и застройщики. Но на деле последние пока сталкиваются только с проблемами. Трудности в основном возникают с оформлением документов. Во-первых, это сроки. Для того, чтобы открыть эскроу счет и получить кредит, уходит до 45 дней. Причем по закону обращаться единовременно в несколько банков нельзя. А во-вторых, бумажная волокита. У каждого финучреждения свои требования к пакету документов. Чрезмерные перестраховочные требования. То есть мы должны заложить землю, 100% долей застройщика, все свободные площади. Мы должны дать поручительство головной организации, поручительство всех бенефицаров. Возможно, для одного застройщика одного проекта это приемлемо. А если компания большая, то это ставит под угрозу реализацию остальных проектов. Должен быть единый, понятный образец пакета документов и каждого документа, который будет для всех банков единым. Может быть, там просто менять заявление или обращение письмо сопровождающее. А так это все одно и то же. Если мы это не унифицируем, мы не двинемся дальше тоже. Мы завязаны в бюрократии. Мы должны все-таки здесь выстроить правильную систему взаимодействия и реализации. Устранять возникающие проблемы в новой финансовой системе необходимо оперативно, отметил Андрей Алексеенко. На сегодняшний день в крае возводится 560 проектов. И в основном это крупные жилые комплексы. Важно, чтобы все они без проблем вошли в новую систему долевого строительства. Чтобы не осталось недопонимания между банками и застройщиками, такие встречи в краевой администрации станут еженедельными. Вероника Веретенникова, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар.